Книга открытым оком. Тема мусульманства. 18 том. Вопрос 3235. Если мусульмане признают пророка Мусу Моисея, то почему же у них нет близости с евреями и с их Моисеем? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Потому что евреи имеют богодухновенные писания книги Торы, написанные самим Моисеем, и сохранили эти писания. То автор Хорана, похоже, даже не читал эти достовернейшие книги и в руках их не держал, а на слух брал и записывал его последователи. То придумывая целые сцены, как Дмитрий Ростовский, чудотворец, писал жития. Вот малая часть того, что в Коране написано про Моисея спустя 2200 лет, после написания биографии Моисея самим собой. Коран. 2 Сура 51. 53. И вот мы давали Моисе завет сорок ночей, и потом вы после него взяли себе тельца, и вы были нечестивы. 53. И вот мы даровали Моисе писания и развлечения, может быть, вы пойдете прямым путем. 54. И вот сказал Муса своему народу, о народ мой, вы сами себе причинили несправедливо, взяв себе тельца. 55. Обратитесь же к Высшему Творцу и убейте самих себя, это лучше для вас перед вашим Творцом. 56. И он обратился к вам, ведь он обращающийся, милосердный. 57. Вот вы сказали, о Муса, мы не поверим тебе, пока не увидим Аллаха открыто. 58. И вас поразила молния, пока вы смотрели. 60. Аят. 58. И вот попросил Муса питья для своего народа, и мы сказали, удаль свою палку о скалу. 59. И выбились из нее двенадцать источников, так что все люди знали мест своего водопоя. 60. Ешьте и пейте из удела Аллаха, и не творите зла на земле, распространяя нечестие. 61. И вот вы сказали, о Муса, мы не можем стерпеть одинаковой пищи, вызови ради нас к твоему Господу, 61. Пусть он изведет нам то, что превращает земля из своих овощей, кабачков, чесноку, чечевицы и луку. 62. Сказал он, неужели вы просите заменить тем, что ниже, то, что лучше? 63. Спутитесь в Египет, и вот для вас то, что вы просите. 63. И воздвигнуто было над ними унижение и бедность, и оказались они под гневом Аллаха. 64. Это за то, что они не уверовали, и знамения Аллаха избивали пророков без справедливости. 64. Это за то, что они ослушались и были преступниками. 65. Поистине те, которые уверовали, и те, которые обратились в иудейство, и христиане, и саби, и которые уверовали в Аллаха, и в последний день творили благое, им их награду у Господа их. 65. Нет на них страха, и не будут они печальны. 66. Вы знаете тех из вас, которые нарушили субботу, и мы сказали им, будьте обезьянными, презренными. 67. И вот сказал Муса своему народу, вот Аллах приказывает вам заколоть корову. 67. Они сказали, не обращаешь ли ты нас на смешку? 67. Он сказал, к Аллаху я прибегаю, чтобы не оказаться глупцом. 68. Они сказали, призови для нас твоего Господа, чтобы он разъяснил нам, какова она. 69. Он сказал, вот он говорит, она корова не старая, не телка, средняя по возрасту между этим. 69. Делайте за то, что вам приказано. 69. Они сказали, призови для нас твоего Господа, чтобы он разъяснил нам, каков ее цвет. 69. Он сказал, вот он говорит, она корова желтая, светил цвет ее, радует она смотрящих. Мы дали ему все писания, и вслед за ним мы отправили посланников, и мы даровали Исе, сыну Мария, ясные знамения, и подкрепили его духом святым. Неужели же каждый раз, как к вам приходит посланник к тем, чего ваша душа не желает, вы превозноситесь? Одних вы объявили лжецами, других вы убиваете. 92 аят. И хвала Аллаху, Господу миров. О, Муса, поистине, я Аллах великий и мудрый. И собраны были к Сулейману его войска джиннов, людей и птиц. Это уже 17 аят идет. И они распределялись. А когда они дошли до муравьиной долины, одна муравьиха сказала. О, муравьи, войдите в ваше жилье, пусть не растопчет вас Сулейман и его войска, не замечая этого. Он улыбнулся, засмеявшись от ее слов и сказал. Господи, внуши мне быть благодарным за твою милость, которую ты не спасал мне и моим родителям, чтобы я делал благо, которое тебе угодно. И введи меня твоей милостью в число рабов твоих праведных. 20 аят. И он стал разыскивать птиц и сказал. Почему это я не вижу удода? Или он отсутствует? 21 аят. Я накажу его наказанием сильным. Или убью его. Или он придет ко мне с ясной властью. 44 аят. Ей сказали. Войди во дворец. Когда же она увидела его, приняла за водяную пучину и открыла свои голени. А он сказал. Ведь это дворец гладкий из хрусталя. Она сказала. Господи, я обидела сама себя и предалась вместе с Сулейманом Аллаху, Господу миров. 76 аят. Поистине этот Коран повествует сынам Израила, большую часть того, в чем они расходятся. 82 аят. А когда падет на них слово, мы выведем их животные из земли, которая заговорит с ними. Люди, которые не были убеждены в наших знамениях. 28 сура, 15 аят. И вошел он в город в минуту небрежения обитателей. Нашел там двух людей, которые бились. Этот из его партии, а этот из врагов. И взывал к нему о помощи тот, что из его партии, против того, что из врагов. И ударил его кулаком, мусай покончил с ним. Он сказал. Это деяние сатаны. Ведь он враг, сбивающий с пути явный. Сказал он. Господи, я обидел самого себя. Прости же мне. И простил он ему. Ведь он прощающий и милостивый. 17 аят. Сказал он. Господи, за то, что ты облагодетствовал меня, я никогда не буду пособником грешников. 18 аят. И наутро он оказался в городе со страхом присматривающимся. Вдруг тот, который звал его на помощь вчера, опять кричит к нему. Муса сказал ему. Ты заблудший явно. И когда он хотел побороть того, который был врагом им обоим, сказал он ему. О, муса, не хочешь ли ты убить и меня, как убил душу вчера? Ты хочешь быть только тираном на земле, но не хочешь быть из добродеющих. И пришел человек с окраины города бегом и сказал. О, муса, знать совершаются о тебе, чтобы убить тебя. Выходи же, я для тебя добрый советчик. Одна из них сказала. Отец мой, найми его, ведь он лучший, кого ты можешь нанять, сильный и верный. Он сказал. Я хочу тебя женить. Это уже мы читаем 26-й яд. Уже когда муса убежал. Отец мой, найми его, ведь он лучший, кого ты можешь нанять, сильный и верный. 27-й яд. Он сказал. Я хочу тебя женить на одной из этих моих дочерей. С тем, что ты наймешься у меня на 8 лет. А если ты закончишь 10, так это от тебя. Я не хочу затруднять тебя. Ты найдешь меня, если Аллаху угодно, праведно. Он сказал. Это между мною и тобой. Какой бы из пределов я не выполнил, нет обиды для меня. Я Аллах поручитель за то, что мы говорим. И когда муса выполнил свой предел, отправился в путь с семьей, он заметил у стороны горы огонь. Он сказал своей семье. Останьтесь, я заметил огонь. Может быть, я приду к вам от него с какой-нибудь вестью или головнёй из огня. Может быть, вы согреетесь. И когда он подошел к нему, был к нему зов с правой стороны долины. В благословенной роще из кустарника. О, муса, я Аллах, Господь миров, брось твою палку. И когда он увидел, что она извивается точно из меня, обратился вспять и не повернулся. О, муса, подойди и не бойся, ты, изнаходящийся в безопасности. Одиннадцатый сура, семнадцатый аят. Кто имеет ясное знамение от своего Господа и следует за ним, свидетель от него, и придёт и перед ним книга Мусы, как руководителя милосердия, эти веруют в него. А кто не верует в него из разных партий, огонь обетования их. Не будь же вы в сомнении относительно этого, ведь это истина от твоего Господа. Но большая часть людей не верует. Семнадцатая сура, дво второй аят. И мы даровали Мусе писание и сделали его руководством для сынов Израила. Не берите себе покровителя, кроме меня. А потомство тех, которые мы носили вместе с Нухом, поистине он был рабом благодарным. Семнадцатая сура, двоадцатый аят. Сказал Фераун. Вы уверовали в него раньше, чем я позволил вам. Поистине это хитрость, которую вы замыслили в этом городе, чтобы вывести из него обитателей. Но вы узнаете. Судо четвертый аят. Я отрублю вам руки и ноги накрест, потом распну вас всех. Теперь читаем из Библии. Исход, 24 глава, 4 стих. И написал Моисей все слова Господни. Двенадцатый стих. И сказал Господь Моисею. Взойди ко мне на гору и будь там. И дам тебе скрижали каменные и законы заповеди, которые я написал для научения их. Второзакон 31, 9. И написал Моисей закон сей и отдал его священникам, сынам Левинам, носящим ковчег завета Господней и всем старейшинам сынов Израилевых. Самым важным местом в данный час является как раз то самое, что здесь. А значит воду и права качать, потеть весь день, лишать к вечеру, лишь к вечеру присесть. И дорожить тем местом, будто мир исчез, сгорел и сгинул в одночасти. А я остался одинок и сир, и некуда отсюда мне податься. О, как бы радовался яслям захолустье, яслим захолустье, покою, тишине и при любой погоде, один или семьей, и ни на кого, и ни на кого дуться, и выявилось бы, на что я все же годен. А время данное, отмеренное мне, какое самое для жизни дорогое. Опять же этот час, чтобы не пришлось краснеть, но оценить не всяк на это годен. Прошедшее мелькнуло, растворилось, и с памяти по большей части стерлось, и испарилось, как от зноя сырость, до страшного суда по-мамонтовски замерзло. Великое стараются отметить, дабы народу было что вспоминать. Собор Василия Блаженного из клеток остроил в честь победы царь-маньяк. И самым важным почитались битвы. Кулик нахваливает поле Куликова. Меч взявший ляжет, быв мечом убитый. Здесь химник Камикадзе был заколот. Да будет все едины во Христе. И что могучее единство во Иисусе. Но с этим словом взрыв пробит в стене. Казанское сиротство к нам возвратится густо. В Христе уверовать не завтра, только ныне. Победу одержать над змеем и собой. Блажен, кто сердцем благовестие принял. Увенчивает храмом телом выигранный бой. 2006 год. Игнатий Тихоныч Лапкин. Субтитры создавал DimaTorzok